А ты купил себе квартиру в Испании? Поторопись, цены уже не падают. Открывайтесь, господин, вы у нас теперь звезда Ютуба. Шикарный вид, ну не совсем шикарный, но допустимо. Мы поднялись на верх самой и добро пожаловать в квартиру Атико от банка. Женя, дай, пожалуйста, мне конверт. Сейчас мы вам частично расскажем про эту квартиру. Так, значит, 67 тысяч 300 евро она стоит. Вы видите, так, 93 квадратных метров, одна баня, значит, три комнаты, да? И отличительная особенность этой квартиры, мы наблюдаем хорошую террасу. Пройдемте. Потом расскажем про ремонт. Женя, ты не закрыл дверь. Закрой, пожалуйста. Да. Терраска очень небольшая, не маленькая, чуть не сказал, небольшая. С выходами и вид. Вид у нас, вот такой у нас вид. Такой у нас вид. Достаточно нормальный. То есть речь идет о том, что это, здесь нет замкнутого пространства. И солнышко здесь будет от, примерно от двух-трех часов дня и до вечера в этой квартире. Так. Познакомьтесь, пожалуйста, это Евгений, профессионал строитель высочайшего класса, которым, сколько ты лет живешь, Женя? Четырнадцать. Четырнадцать лет живет в Испании, сделал массу различных ремонтов со своей бригадой. Сегодня он нам расскажет, что на его взгляд, по его мнению, можно сделать в экономичном режиме, к примеру, да? Да. В этой квартире. Сейчас мы вместе с ним пройдем, просто посмотрим, и я вам покажу саму квартиру. Здесь все замечательно сделано, с изучением банки, он и с литичного ремонта. Здесь понадобилось заделать трещинки, где-то за кондиционером тоже заделать и покрасить. Ага, кондиционер, как бывает часто сперлись с банковской квартиры. Здесь можно поставить камин, здесь можно поставить камин, здесь можно поставить камин. А что это за трубашkel? Это точно под камин. Конечно, она выглядит ага, да, 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 да. Отлично. Так, розетки мы наблюдаем на месте. темноте давай начнем предметно смотри я вижу дверь она подлежит реконструкции еще даже подлежит и не искать не царапан на дверь тяжелая без проблем мы не можем заменить примерно скажи пожалуйста цены если человек захочет поменять на безопасную дверь сколько будет стоить установка и декоративный поддерево декоративным покрытием потери металлические двери с надежным замком она будет стоить до 350 до 370 евро в ближайшем супермаркете огромным предназначенным именно для ремонта ее установка будет стоить около 80 евро что намного дешевле чем скажем цен в Москве декоративный в этой комнате в этом зале как они называют зал ДСК делать кроме покраски и заделки каких-то маленьких дырочек практически ничего не нужно само собой повесить светильники может быть освежить потолок покрасить жень а скажи пожалуйста вот кондиционер вырвали посмотри обрезали даже трубки но это делает специальный сотрудник да то есть рабочие это с лицензией без всяких проблем здесь все разведено ясно так прекрасно ну пойдем дальше так вы видите ребята по вашим запросам мы уже вам готовим даже серию будем постоянно видеосюжетов показать о том что и как привести примерно за какие деньги убитая кухня ее просто нет мебель все это можно выбросить нужно выбросить на это место либо набрать модулями что очень доступно опять же в этих строительных супермаркетах модули набираются любыми от 30 до 80 сантиметров ящики и фасадная часть это все а такие стены стоят порядка 700 евро то есть вот эту кухню можно укомплектовать примерно за 700 евро фантастически все эти и низ и вверх отлично заменить плитку в этой кухне а зачем ее менять я смотрю же она более менее а плитка хорошая нигде нет нет кое-где вот эти места если не закрыть ящиками конечно придется ее либо чем-то закрывать либо менять плитку я просто хочу сказать что замена этой плитки она не приведет там большому удорожанию потому что заменить плитку демонтирует посадок новую монтаж плитки стоит гладкой плитки стоит порядка 9 евро квадратный метр а сама плитка хотя испанская в испании в москве она почему то стоит 20 евро здесь она стоит от 4 до 10 причем за 10 евро это очень крутая плитка вот все зависит и в итоге здесь грубо на взгляд это шестнадцать там восемнадцать квадрат даже как он пишет обещает посчитать сто восемьдесят евро восстанет капитально стоимость плитки и плюс около так же сто пятьдесят восемьдесят евро если добавить 400 евро чтобы обновить все и сделать и конечно отлично но здесь так дверь сперли почему то и ее вообще не существовало и это еще новый да по видимо его пошли пытались сделать м так что здесь ясно дверь обычную кухонную пустотелую или какая либо тут с витражами что это будет людям примерно стоит и вообще доступны и стоит до 100 евро на двери так же как ее установка а порядка шестидесяти семидесяти вот именно такая именно такая наличник отдельно вот на порядке смистики и все равно установка новой двери в отличие стоимость тоже до 100 евро есть чуть подороже здесь похоже шел какой то пикассо смотри какими разными цветами вся квартира с так что пройдет давай пройдем что у нас здесь это более менее помню в целом плитка хорошая даже да и как хорошие именно человек со вкусом тут ее подбирал я изъяна вообще не вижу разве что швы мы видим что оказывается из кухни здесь еще есть выход в паттину небольшой дополнительно тоже неплохая плитка да да еще здесь единственное можно обыграть аркил спрятать вот эту трубу а вот здесь тоже может добавиться ремонт окна я смотрю что неплохие все новенькие квартиры валика нигде не стоят не менее здесь ванна ванна нормальная абсолютно нормальная но почему то не сняли кран удивлен я очень удивлен сняли все время не было из Евросоюза еще налетчика но пойдем дальше так хорошо смотрим итак мы прошли с зала попадаем в кухню далее идет туалет ванна далее комнатенка маленькая это детская встроенный шкаф какой то итак ну что здесь рассказывать нечего про блок дверной рассказал про дверь рассказал здесь косметический ремонт смотри мой знакомый дел так купил такую же квартиру сделал подвесные потолки отлично так чтобы убрать вот эти вот полукруглые скажи пожалуйста что это примерно каким образом может быть сколько стоит хотя бы на глаз вариант очень много потолок может быть как наклеенный на на вот этот вот структурный потолок он сделан из бетона ага и и болезни и покрытая все это что готовы и каплями которые называются здесь очень не надо клеить обои обои пачкаются обои не всегда моются г мне понравилось каждый день можно красить новый цвет значит потолок есть вариантов несколько офисный вариант как правило в коридорах а не в спальне здесь же можно подвесить потолок из платура партнер это по испански а лестнице который вместе с материалом составляет порядка 25 евро квадратный метр то есть это и работа и материала включительно все то есть здесь порядок два метра на 3 метра и того 6 6 квадратов такая вот спальня небольшая и это займет 6 на 25 150 евро здесь 150 евро хорошо обравнивание подобных стен если человек решит в в в в в в в в в везде в в во в в в в в в в в потом в в а и в в в в в в в в окно выходит светлая комната более менее пакет выглядит таким образом ребята и со следующей комнаты тоже выходит так отлично и мы из этой комнаты так получается это у нас первая зал одна комната вторая идем дальше по длинному этому коридору и попадает еще в одну комнату которая в общем то для родителей она самая большая да и здесь все все новое но осталось прикинем сколько на всю квартиру стоит потолки сколько вчера пойдем выйдем туда потому как здесь эхо сколько примерно будет стоить жене уложить паркет какой то категории на всю эту квартиру почему я задаю этот вопрос потому что вчера звонил клиент из москвы и говорил правда что у вас не очень дорого стоит как бы в испании да дешевле чем в москве цены ну конечно естественно дешевле чем в москве то есть в москве в москве в москве до десяти в зависимости от толщины от него измирает чем толще тем дороже поселить эту квартиру стоит максимум со всеми предусами 10 евро что ниже гораздо ниже москвы 10 евро за квадратный метр 2 1 1 и и это в в в в в в в в в и в но все это и и все с с с и и и и и и и и и все вы видите все и чтобы ее сломать легко и выбросить, просто выбросить. И построить перегородки там, где вам нравится. Вплоть до того, что фасадные стены тоже можно сломать, поскольку все дома структурные, они находятся весь скелет, это железобетонные пилары. Значит, здесь тоже, если вам кажется, что квартиры и комнаты, а не квартиры, а комнаты маленькие, мы можем перенести перегородки в любой момент. Причем к сильному выражению это не приведет. Примерно ориентировочно квадратный метр перегородки сложить стоит, что 7-9 евро зависимости от сложных, не 20 евро, как в Москве, а 7-9. Значит, еще раз, особенность этих квартир, в том, чтобы регулировать. Как бы ты расширил, вот вчерашний клиент спрашивал меня, как он не хочет маленькие комнаты. Значит, вот эту комнату я бы убрал. Вот это можно стену убирать. Без проблем. Это можно стену убирать. Видите, она не капитальная. Где здесь капитальная идут? Здесь нет. Все висит на этих столбах. Здесь можно снять. Но и стену даже наружной стену можно сломать, но... А вот эта стена, наверное, капитальная. Не важно. Она сама несущая. Все висит на этих столбах. А вот простоたяны Рейни не даст. Нарезь страхует. Людям умереться нарезать окна здесь без проблем. Все висит на этих столбах. Значит, здесь все стены можно сломать полностью. И наружный, и внутрь. Но я не профессионал такой, насколько профессионал Евгений. Поэтому... Так, ясно значит, что вот эту всю перепланировку можно сделать, сдвинуть стены, переложить по-другому. с а соединить с маленькой или жанра вот для переноса этих стен допустим не капитальный нужны какие то разрешения а 50 4 недорого нет недорого цена за запросы все ты сделаешь конечно же мы все это законно делается без всяких проблем ясно чтобы соседей не пожаловать это не бетонно московские стены неизвестно здесь сам все понятно все прекрасно же нет и ответил людям которые спрашивали про изменения перегонирование перегонирование но все это а а и и и и и и и и а ну и а а на а 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 поэтому придется в этой квартире здесь везде потолки сделаны очень очень ровно здесь не хватает на мой взгляд спальня здесь это в этой комнате спальня чуть побольше около 10 метров и здесь около 12 метров тоже подвесной потолок итого 10 6 и 12 это будет порядка 28 метров 28 грубо 30 метров на 25 750 евро это будет подвесной потолок из гипсокартона со светильником и вам нравится чтобы это безобразие бедонные или железные которые здесь находятся и портят весь в итоге окраска раз установка потолков два установка дверей которые здесь варварским способом вырвали старые хозяева из новых блоков статей о если по желанию бросить на пол ламинат ламинированные полы это все приведет к увеличению весь ремонт сейчас я вам скажу во сколько он станет и того примерно ребята это примерная цена мы очень быстро торопимся очень быстро считаем по вашей просьбе полы во всей квартире ламинат ламинат это тысяча грубо чуть меньше я беру тысячу 93 квадрата 93 квадрата грубо тысячи евро стоит положить здесь ламинат мы говорим о работе а стоимость этого ламината от 400 до 800 евро поскольку он разный по качеству окраска всей квартире станет 450 я думаю суммирую из тысячи замена плитки на кухне если вдруг захотите но я ее включу чтобы вы увидели максимум сколько здесь потребуется денег 250 евро потолки и то потолки мы сейчас посчитали с вами порядка 750 евро в трех комнатах с материалом здесь деталь с материалом потому что мы сейчас считаем работу а вот эти вот потолки я их выделяю они с материалом здесь уже материал не надо отдельно считать сколько стоит гипсокартона и так далее дверь установка дверей пять дверей 350 евро смотрите насколько что мы здесь сделали постелили ламинат покрасили стены заменили плитку и установили дверь итого 2050 евро косметический ремонт сюда не вошло только потолки потому что я посчитал это просто даром примерно время сколько это займет с около месяца ну что ж дорогие друзья по этой квартире примерно мы вам ответили все вы взрослые люди понимаете что создать калькуляцию по каждой квартире нужно четко знать предмету что вы хотите мы ответили на основные вопросы по дороге прожили на первый взгляд все отлично все ребята на этом наконец то репортаж про эту квартиру закончен мы видим следующее друзья и